Нанури в Южной Корее Нанури сделали пациентке из Кыргызстана операцию на тазобедренный сустав. Наши клиники лечатся и пролечились большое количество пациентов из-за границы. В целом в госпитале проведено свыше миллиона операций. Пациенты довольны. А это для нас большой стимул, чтобы дальше совершенствоваться и прилагать все усилия для помощи пациентам. К нам приезжают пациентки практически со всех уголков мира. У нас в клинике есть благотворительная программа, направленная на то, чтобы помогать нуждающимся пациентам, у которых нет финансовой возможности пройти лечение. Таким пациентам клиника оплачивает все расходы. У нас в этом году тоже было много кандидатов, но мы выбрали Кундуз, так как она сильно нуждалась в нашей помощи. Ежегодно к нам приезжает около 500 пациентов из-за границы. Я ждала этого дня с нетерпением. Мне было нелегко жить с этим недугом, чувствовать себя не такой, как все. Сейчас мне дали еще один шанс, и я очень надеюсь, что операция пройдет успешно и поможет мне начать новую жизнь без боли. На сегодня мне назначены все необходимые обследования. Врожденный вывих бедра или дисплазия тазобедренного сустава – это порог развития опорной движения. Двигательного аппарата у новорожденных, суть которого заключается в нарушении строения всех компонентов тазобедренного сустава. Это приводит к подвывиху или вывиху головки бедренной кости еще до рождения ребенка или в первые дни жизни. Данное заболевание – одно из приоритетных в детской ортопедии, так как эффективное консервативное лечение возможно только при раннем выявлении. А в случае поздней диагностики ситуацию удается исправить хирургической операцией. Операция эндопротезирования тазобедренного сустава действительно является спасением для многих людей. Приводит к восстановлению функциональности ноги и значительно повышает качество жизни. Хирургическое лечение тазобедренного сустава представляет собой лишь короткий этап на пути к возвращению привычного образа жизни и трудоспособности. Огромное значение имеет восстановление после операции, ведь именно от правильной и длительной реабилитации зависит дальнейшее комфортное существование пациента. Кундус мы проконсультируем перед выпиской и объясним, как надо реабилитироваться. Если она будет выполнять все предписания, то результат будет хорошим. Проведенная операция еще не дает гарантию полного выздоровления. Для хорошего результата необходима эффективная реабилитация, говорят специалисты клиники на НУРИ. Основная задача восстановительного этапа – вернуть тонус мышечной ткани, укрепить сухожилие, что позволит импланту иметь вокруг себя поддерживающий корсет. Сроки реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава могут длиться до года. Реабилитация должна проводиться не только в больнице, но и после выписки. Поэтому медики детально объяснили кундус, как следить за собой и ухаживать после выписки. После протезирования тазобедренного сустава некоторое время кундус проходила реабилитацию в клинике на НУРИ. В послеоперационный период пациенты проходят курс восстанавливающей терапии, ускоряющей процесс реабилитации и возвращения к нормальному образу жизни. После операции я две недели пролежала в больнице на НУРИ. Там очень внимательный и заботливый медперсонал. Они мне оказали всяческую поддержку, помогли перебороть боли и другие трудности. В клинике на НУРИ созданы все необходимые условия для получения полноценного лечения. Современное медицинское оборудование, диагностика высокой точности и внимательный персонал. Особую благодарность хотела выразить моему врачу. Можно сказать, у него золотые руки. Он очень ответственно относится к своей работе, находит индивидуальный подход к каждому пациенту. После операции кундус прошло больше полутора месяцев, и кундус уже проходит реабилитацию у себя дома. В Кадамджайском районе Баткенской области. О лечении в клинике на НУРИ в стране утренней свежести девушка вспоминает с особой теплотой. Нередко пересматривает свои фотографии, сделанные в Сеуле. Как я уже ранее говорила, я получила лечение бесплатно. Все от начала до конца организовывала корейская сторона. Никаких трудностей практически не возникало. Первый же день после прибытия в клинику на НУРИ я прошла все необходимые обследования. На следующий день мне сделали долгожданную операцию. Сразу после операции меня перевели в палату. При реабилитации мне помогал медперсонал. Постоянно заходили медсестры, спрашивали, как я себя чувствую. При необходимости кололи обезболивающее. В последующие дни я стала чувствовать себя лучше. Но медсестры все равно не отходили, так как после операции мне было запрещено делать резкие движения или самостоятельно вставать. После операции кундус необходима эффективная реабилитация, говорят специалисты клиники на НУРИ. Сроки реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава могут длиться до года. Поэтому медики перед отъездом объяснили кундус, как следить за собой и ухаживать после выписки. Кундус регулярно делает лечебные физические упражнения. Спасибо врачам клиники на НУРИ за лечение моей дочки. Я поехал в Южную Корею вместе с ней. С помощью медперсонала клиники на НУРИ кундус получила высококачественное лечение. Нам повезло, что мы попали именно в эту клинику, ведь она считается одной из лучших в мире. Перед нашим отъездом врач Лик Ванг Йоль дал нам нужные рекомендации по дальнейшей реабилитации дочки. Он порекомендовал делать простые физические упражнения. Сказали, необходим покой, нельзя сильно нагружать ноги. Кундус прилежно выполняет все предписания врачей. А мы все ей в этом помогаем. Кундус чувствует себя хорошо, говорит, все сложное позади. Теперь девушка готова терпеливо ждать и делает все необходимое для полного выздоровления. По рекомендации врачей, кундус сейчас ходит с помощью костылей. Но уже через несколько месяцев она сможет ходить без них. Мурда жүргендау жыл, көп басқалымда бұтым орып, ақса басчымын. Я долгое время жила с болю в ногах. Эта проблема сильно ограничивала мои желания. Например, раньше я не могла ходить с друзьями в кино или гулять по парку, потому что не могла долго ходить. У меня сильно болела нога. Иногда просто стеснялась своих сверстников. Ведь не все люди добрые и понимающие, поэтому большую часть времени проводила сидя дома. После операции прошло больше месяца. Сейчас чувствую себя хорошо, нога сильно не беспокоит. Пока хожу с помощью костылей. Но врачи говорят, что если буду делать все так, как они сказали, то после реабилитации могу ходить без них. Можно сказать, начну новую светлую жизнь. У Кундуз большое будущее. В школе хорошо училась. Она очень старательная и ответственная, говорит ее бабушка. Надеется, что все планы и желания Кундуз осуществятся. Мы благодарим Бога и врачей, которые подарили Кундуз шанс на здоровую жизнь. Я очень надеюсь, что после реабилитации она сможет жить полноценной жизнью и ровно стоять на ногах. А главное, чтобы она всегда улыбалась и никогда не унывала. А мы будем рядом. Как говорит Кундуз, каждым днем ей становится лучше, а время проходит незаметно. Ее родные оказывают девушке всяческую поддержку. Вместе вяжут разные вещи, обсуждают планы на будущее. Моя сестра Кундуз добрая и отзывчивая. После операции она стала более уверенной в себе, более радостной. Мы много времени проводим вместе. Она очень любит вязать. Вяжет всем нам разноцветные шапки, кофты. Иногда вяжем вместе. Она еще очень любит читать. После прочтения книг рассказывает нам интересные истории. Кундуз не только занимается любимым занятием, но и помогает маме. Они вместе готовят, пекут пироги. Кундуз не только занимается любимым занятием, но и помогает маме. Куда я берусь? Я не знаю, что я переживаю. Каждая мать тяжело переживает болезнь ребенка. Я все эти годы чувствовала боли, переживания Кундуз. Сейчас я чувствую, что ей стало значительно лучше, легче. Она чаще улыбается, стала более открытой. Надеюсь, ее боли и страдания закончились, и она станет полноценным членом общества. Сможет реализовывать свои мечты. Все самое трудное позади, верит Кундуз. У нее большие планы на будущее. После завершения реабилитации девушка хочет поступить в высшее учебное заведение и стать нужным членом общества. Сейчас в свободное время готовится к экзаменам. Субтитры создавал DimaTorzok